Казнить нельзя помиловать. После вчерашних потасовок во время празднования Дня Победы своих должностей лишилось полицейское руководство Днепропетровской области. Сегодня утром Арсен Аваков подписал приказы об увольнении сразу нескольких главных правоохранителей этого региона. Начальников управления полиции области и города. В этом же направлении ушли и их замы. Чем провинились силовики и кто займет вакантное кресло? Подробнее в материале. В столкновениях 9 мая виновны руководители областной полиции. Так решил глава МВД и подписал приказ об их увольнении. Привезти приказ в исполнение ближе к обеду в Днепр прилетел глава нацполиции Сергей Князев в сопровождении советника Авакова Антона Геращенко. Новым руководителем полиции области вместо Игоря Репешко стал Виталий Глуховеря. Он уже был на этом посту недолго, около года. В 2015-м шеф перевел его работать в Киев. Виталий Глуховеря уверяет, перед законом все равны. Задача полиции, главного управления обеспечивать порядок на территории отслуживания. И мы будем это обеспечивать. За общественный порядок в области до сих пор отвечал Сергей Манза. Теперь эти обязанности возложили на Владимира Баганиса, который возглавлял патрульную полицию Днепра. В первую очередь разберемся с теми событиями, которые происходили вчера, дадим оценку нашим подлегным и будем принимать решения уже по результатам развития этих справ. Руководителя городской полиции Андрея Бедила пока только отстранили на время служебного расследования. Вчерашние потасовки у Вечного Огня он объяснять отказывается. Я не могу с этим делать, это вы скажете, что служебное расследование. Разбираться во всех подробностях будет специальная комиссия. Она уже создана, сообщил начальник Нацполиции Украины. В склад комиссии входят руководители ведущих управлений департаментов, которые в короткий термин должны выяснить причины и условия, которые сопротивляли событиям, освещенными в первую очередь гражданами и прессой в месте Днепро 9 июля 2017 года. Потасовки, напомню, начались во время шествия демонстрантов к памятнику славы. Дорогу им преградили радикально настроенные активисты. Многие в военной форме. После оскорблений в ход пошли кулаки. Разнять людей в форме и участников марша пытались полицейские. Пацаны, и без малоглавы, и запомнился. Кто эти агрессивно настроенные молодчики? На своей странице в фейсбуке рассказал нардеп Александр Вилкул. Политик называет праворадикальную организацию С-14, которую финансируют городские власти. В том, что ответственность за произошедшее лежит на руководстве Днепра, уверенные участники марша. Не было в горы с полкомом проведено ни одного мероприятия, посвященного безопасности майских праздников. Вы знаете, у нас всегда их накапливается несколько. Почему это не было сделано? Для меня это большая тайна, потому что в прошлом году такие совещания были. А вот правоохранители делали все возможное, чтобы избежать столкновений, заявляют и участники шествия, и политики. Вчера полиция на самом деле действовала по закону. Никто почему-то не говорит о том, что было избито 6 полицейских. О том, что у радикалов были изъяты и ножи, и факела, и 10 литров зажигательной смеси, и жидкость, похожая на яд, и балаклавы. Они напали и получили от полиции тот отпор, который в любой демократической стране мира полиция дает по закону. В результате потасовок 9 мая пострадали 14 человек, 6 полицейских и 8 участников акции. Травмы головы и разбитые носы. Силовики задержали 25 человек. Открыто два уголовных производства. Ольга Иванченко, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер, Днепр.